Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали к Дню космонавтики, тем более, что у нас знаковое событие, вернулись на Землю наши космонавты, первые женщины-космонавты из Белоруссии. У нас сегодня тоже хорошее событие. Наша новая ракета полетела с нового космодрома, тяжёлая, это ещё один этап в развитии космической отрасли в России. Кроме всего прочего, конечно, нам есть поговорить о чём, имея в виду наши экономические отношения. Они развиваются и развиваются успешно. Мы продемонстрировали в прошлом году хороший темп роста экономики, и сейчас всё на подъёме. У нас за первые месяцы текущего года рост в целом даже больше, чем в прошлом году. Диверсификация развивается, кооперация растёт, взаимная дополняемость. Всё, в общем, на подъёме. Поэтому очень рады. Разумеется, поговорим о вопросах безопасности и на западных границах Белоруссии и в России. Я знаю, что вы в курсе всех этих событий, того, что происходит на украинском направлении. Тем не менее, конечно, воспользуясь вашим визитом, чтобы проинформировать вас о том, что происходит в деталях. В целом, вы знаете, мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров. Более того, мы были склонны именно к этому. Не мы начинали эту войну в 2014 году, всё началось с госпереворота на Украине. А потом, когда всё приобрело такой уже горячий характер, именно вы были инициатором проведения мирных переговоров в Белоруссии. Мы это начали в двух городах. Потом перебрались переговорные команды в Турцию, в Стамбул. Там завершили практически эту работу, большую, в течение длительного времени она шла. Парафировали с обеих сторон. С украинской тоже была парафирована эта бумага, была парафирована этот документ. Как вы знаете, потом под давлением Запада украинская сторона отказалась от этой говоримости. Напомню, что тогда нам говорили, что нельзя подписывать документы, Украина не может подписывать с пистолетом во виска, нужно отвезти войска от Киева. Мы это сделали. Сразу после того, как мы это сделали, наши договорённости были выброшены в помойку. Но теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще по ноптикум какой-то говорит, что мы отказываемся от переговоров, нас не приглашают, говорят, что мы отказываемся. Но было бы смешно, если бы не было так грустно. Но ещё раз хочу подчеркнуть, что мы за. Но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью. Но почему я так говорю? Потому что, если возникнет необходимость, я позволю себе к вам обратиться. Может быть, мы продолжим консультации с вами по этому направлению. Что касается других направлений, то вы об этом тоже хорошо знаете. Например, в энергетике, к сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время. И вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть. Мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить. Но, повторяю ещё раз, если всё это закольцуется в решении тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а и удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация, что мы прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины, причём напрямую. Но если мы всё-таки перейдём к тому, с чего я начал, перейдём к каким-то разговорам, разрешение всех вопросов другими способами, мы, конечно, как я уже много раз говорил, мы к этому готовы. Ну, мы с вами поговорим об этом поподробнее, я вам в деталях всё расскажу. Владимир Владимирович, спасибо за эту подробность. Всё, что вы сказали, могу подтвердить, потому что мы не единожды с вами год назад, несколько месяцев назад к этим вопросам возвращались, касались их, в том числе мирного процесса, ну, если они хотят в Швейцарии, это же они называют мирной конференцией, но если они хотят без нас там говорить о мире в Украине, ну, Господь с ними, это, я уже сказал, наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный там процесс? Не может быть мирного процесса. Ну, может, они и правы, что не приглашают нас туда, потому что, а что с ними разговаривать? О чём с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать с той с лишним государством что-то там нам продиктовать или наклонить нас? Это же не предложение к мирным переговорам. Я думаю, что они, во всяком случае, противоположная страна в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчёте победить Россию на поле боя, нанести стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно, от переговоров отказались, и теперь попали в достаточно сложное положение. Но наша цель не заключается в том, чтобы всех ставить в сложное положение. Мы, наоборот, мы готовы конструктивно работать. Но никакого навязывания нам, какой бы то ни была позиция, не основанной на реалиях, конечно, не может. Я клоню к тому, что я абсолютно поддерживаю позицию нынешнего российского руководства, и вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте абсолютно поддерживаю. Сегодня есть всё для того, чтобы сесть и договариваться. Не хотят, ясно, почему не хотят. Мы уже на этот вопрос ответили. Если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат. Поэтому украинцы должны знать, особенно население, что сие от нас не зависит. Мяч, грубо говоря, на той стороне. Я помню этот процесс, который начинался в Беларуси, три раунда прошли. Четвёртый раунд в Стамбуле. И вы мне потом эти документы все рекопировали и передали документы. Сначала показали, я его прочитал, потом вы мне его дали. О чём договорились? И документ, который был парафирован. Серьёзные были подвижки. И россияне подвинулись, и украинцы. Ну а потом, ясно, приехали, одёрнули. Давай воюй до последнего украинца. Поэтому в данном случае абсолютно поддерживаем мирный процесс, от которого никогда Россия не отказывалась. И сегодня в том числе. Если мы какую-то роль в этом можем сыграть, вы знаете, наши возможности, мы всегда будем рядом и будем действовать в одном ключе с вами. Спасибо вам за космос. Ясно, что если бы тогда не ваше решение, никакого полёта не было, но мы договорились, что это должна полететь женщина белорусская. Вы предложили. Да, из двух с лишним тысяч мы выбрали шестеро, потом двое, основного космонавта и дублёра. Сегодня мы наградили её, аналогично, как в России. Она стала героем Беларуси. И договорились с Роскосмосом, с Юрием Борисовым, что они с большим удовольствием будут с нами работать по развитию в целом космической программы. Мы хотим в течение будущего и через, может, два года забросить на орбиту новый спутник с россиянами с разрешающей возможностью 25 сантиметров. Это сильное слово будет. Мы работаем над ним. Уже нет сомнений, что мы это сделаем вместе с россиянами и забросим его. Ну и будем в плане космонавтов работать вместе. Мы готовы включиться в вашу программу. То, что российские космонавты делают. Не обязательно, чтобы там белорусская была. Российская программа. Вместе будем работать. Да, вы продвинулись значительно. У нас есть люди, в том числе и женщины, готовые полететь. Отторжения у Роскосмоса нет. Если вы поддержите, то мы и вторую девчонку, которая была дублёром, мы подготовлены. Затратили же деньги, большинную подготовку. Если будет желание и ваша воля в этом плане, то она готова работать дальше и тренироваться у космонавтов. Спасибо вам за поддержку по портовому хозяйству. Мы работаем, смотрим на другие порты, помогают россияне, портовики нам отгружать продукцию. Словом, нет такого, что валяется товар на берегу океана, и мы не можем вывезти или море. И в Санкт-Петербурге, в Мурманске работаем, работаем в Дальнем Востоке. На севере, правильно? Да, на севере. Перспективно. Очень интересно. Северный морской путь. Мы уже поставляли, оказывается, товары по Семмур-пути, не имея порту Мурманске. Мы несколько уже тысяч тонн поставили. Очень удобные для наших производителей. Поэтому ваша поддержка здесь для нас была очень важной и актуальной. Мы, что тут скрывать, с вами перебросились уже по некоторым вопросам экономического характера. Вы меня поддержали в том, что 15 числа премьеры наши встретятся и посмотрят на экономические вопросы, которые надо решить. Это для нас очень важно. Что касается энергетики, нанесения ударов, Я помню этот разговор, и даже вас упрекали в России, вот почему там надо бить по этим болевым точкам, по энергетике. Вы тогда сказали, может, не по военному существует людей, жалко. В детских садиках, в школах, если энергетика в Украине рухнет, пострадают дети и люди. Ну, а эти удары по чувствительным точкам в России, ну, такие ответы соответствующие. Поэтому, опять же, я думаю, что в Украине обезумевших много людей, но не все. Я думаю, они это услышали и увидели. Думаю, что тут будет соответствующий какой-то отскок у них в этом плане. А в принципе, они просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов. Поэтому я в данном случае не могу глубоко быть погруженным в этот конфликт, поддержать Украину или даже оправдать. Ни в коем случае. Не надо это делать и эскалацию усиливать, потому что лето проходит быстро. Зима. А это опасное дело. Думаю, Владимир Владимирович, вот такой момент, меня-то все никогда не обманывало, такой момент, что ваши вот эти инициативы на мирное урегулирование конфликта, они найдут откип Украины. Найдут. У военных найдут, как ни странно. Тут я готов с вами вместе встать плечом к плечу и работать в этом направлении. Журналисты спрашивали там по поводу некоторых вопросов Украины и прочее, чуть ли не бежать кто-то, ваши журналисты только что. Россия должна куда-то бежать, кого-то просить. Никого не надо просить и бежать. Надо просто по-человечески себя вести. Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему. Да, и с ним работать. Это разумная позиция. Там приемлемая позиция и для Украины. Они согласились с этой позицией. Поэтому, я думаю, мы обсудим подробно эти вопросы. Хорошо, спасибо. На западной границе у вас ситуация? Тяжелая ситуация. Меня удивляют вообще. Больше всего меня волнует, я об этом говорю, политика польского руководства. Зачем им эта конфронтация? И литовцы, латыши. Во-первых, десятками выбрасывают трупы через границу. Идет какое-то количество туда мигрантов. Они их выбрасывают. Забор построили. Забор выбрасывают к нам на границу. Сейчас снег растаял. Обнажились трупы, валяются прямо на границе. Этих с Афганистана, с Ирана люди есть, с Африки. Ну, зачем убивать людей и выбрасывать по-варборски. Это напряжение создает. Они закрыли границу для нас и для вас. Очень тяжело работать. И даже китайцам, казахам, с поляками и другими на границе бешеные очереди. Делают это специально. Мы границу у них не закрывали. Вы знаете, что у нас без виз для соседей. Так они своих людей сюда не пускают. Все здесь тем, что мы можем их завербовать. Слушайте, ну вы как специалисты, наверное, завербовали немало людей. Ну, разве так людей на границе хватают и вербуют? Если надо нам кого-то завербовать, мы другим путем это сделаем. Но, тем не менее, особенно литовцы. Проводят учения в мае, они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно. Урок не пошел на пользу. В Литву, в Польшу батальоны. Ну, мы, конечно, вынуждены были развернуть свои части и выставиться против. В общем, не знаю, зачем им это. Мы не собираемся нигде воевать. Кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Никогда не обсуждали таких планов, что мы кого-то хотим захватить. Своих проблем хватает. Еще не хватало кого-то. Это чушь, нужная правящим, как раньше говорили, кругам, для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине. Вот и все. И свою несостоятельность. Да, расходы. Прежде всего, расходы. Вот это главная причина, почему раздувается эта тема. Какая-то агрессивная политика со стороны России. Это основное. Других причин нет. Ну, а так, в общем-то, терпимо мы преодолели санкционное давление экономическое, точно как и в России. Слушайте, нам, если обеспечить вот этот огромный белорусско-российский рынок и еще дружественные страны, с ними работать. Нам вот так хватит и вам, и нам. Поэтому мы выдержим. У нас есть рынок, у нас есть ресурсы. Мы понимаем, что надо делать. Те кредиты, которые были выделены по совместной проекту Российской Федерации, 100 миллиардов, помните? Да, помню. 80 с лишним уже. Под промышленное производство. Да, 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 совместно. Да. Уже 81 миллиард проекты начинают работать. Заводы строим и так далее. Переживали по поводу чипов, микрочипов и прочего. Но обходимся. Обходимся, свои начинаем развивать. И я думаю, запросто мы выйдем из этой ситуации. Поэтому, как я говорил, когда-то время немного надо. И мы решим те проблемы, которые нам надо вместе с Россией решить. Ну, хотелось бы, чтобы и украинцы были с нами. Я думаю, что вот чувствую, что недалек тот момент, когда и Украина одумается и поймет, где и их счастье. Пускай они решаются.